Привет! Шалин влог. Это Шалин. Хайповая тема, ребята. Хайповая тема, потому что сейчас об этом говорят очень многие. Вакцина! Поговорим сейчас про вакцину, потому что и у нас тут много разговоров, и в интернете много разговоров. Я уверен, что и по телеку много разговоров. Если бы мы смотрели телек, то я бы был в этом более уверен. Значит так, вакцина. В Израиле сейчас начали вакцинировать. Пять дней назад наш прекраснейший государственный управитель сделал себе в руку укольчик. Потом были куча разных мемчиков по интернету. Были также вопросики, может быть он себе плацебо вообще уколол. Почему? Почему же все эти вопросы возникают? Сейчас мы разберем. К сожалению, я не биолог и не какой-нибудь научный сотрудник, но благодаря Алене я периодически смотрю по телевизору разных умных людей. И нет там журналистов или кого-нибудь из вот этой вот братьи, знаете, которые пишут, пишут, пишут и сами не разбираются о чем конкретно. А именно людей, которые, ну, более глубоко там вот эти все вопросы понимают и они рассказывают там на пальцах, знаете, на рисуночках, как это все по идее работает, как работают вакцины, как их создают, зачем это вообще нужно, по какой технологии это происходит, в чем разница этих вакцин и так далее. То есть, во-первых, я вам сразу скажу, понимаете, чтобы составить свое мнение, вы должны даже не меня слушать. Не даже, а в первую очередь, вы должны слушать не меня. К сожалению, даже не доктора Комаровского и не какие-нибудь статьи, которые написаны неизвестно кем людям, в лучшем случае с высшим образованием, но абсолютно непрофильным, да, и не переводным статьям даже с Иврита и так далее. И, конечно же, нет тем более комментариев в интернете, знаете, из разряда там, одна моя подруга сделала и у нее вырос хопот. Ну, понятно. Не должны вы это все, на это все обращать внимание, а вы, если уж хотите составить свое мнение, то вы должны посмотреть реально несколько разных каких-то науч-поп роликов, которые объясняют вам вот на пальцах, вот на детских, как это все устроено. И я вас уверяю, что вот с этой информацией, ну, по крайней мере, у 80% из вас просто отпадут всякие сомнения или там, о чем вы там, ваши догадки какие-то, сомнения в чем-то, они просто отпадут. На большинство ваших вопросов просто вы найдете ответ, вот. И вы будете просто с удивлением потом смотреть, а как я раньше вообще мог об этом думать вот так непрофессионально. Да, конечно, если вы любитель всемирных заговоров, я, в принципе, тоже не против про это порассуждать. Знаете, я в детстве собирал вырезки из любых журналов про НЛО долгими годами, вот эти вот прекрасные вырезки, потому что мне, честно, ну, это, знаете, как вера в чудо. Я хотел верить, что действительно кто-то есть, мало вероятности, что мы единственные во вселенной. И, конечно же, какая-нибудь газета типа там, не знаю, «Пришельцы среди нас» или «Спидинфо» или еще какой-нибудь там подобный ресурс, они знали все, все про пришельца. Я был немножко постарше, чем ты, когда ждала письмо из Хогвартса. Хотя, возможно, это был тот же самый возраст, и тогда это понятно, потому что в мое время Гарри Поттера еще не было. Да, в мое время было НЛО, и всякие, знаешь, статьи про всяких Йети. Это было реально в топе популярности. Если бы тогда был YouTube, это было бы в трендах просто. Но потом я разными способами узнал, что 90% всех этих статей писались просто из головы редактора. Это просто были фейковые новости, которыми кормили всех и вся, и потом эти люди, значит, признавались в этом. И мне, честно говоря, спустя там, знаете, десятилетия мне было так обидно. Они так беспардонно манипулировали моей фантазией на эту тему. Так вот, возвращаемся к вакцине. Вакцина сейчас приехала в Израиль. По-моему, пока что приехал один только вид, но будет их, в конце концов, четыре разных вида. То есть, пока что есть Pfizer. Но в дальнейшем завезут остальные вакцины всех остальных фирм, которых закупили. Напишите в комментариях мне, 100%, вы знаете, какие там к нам завезут. Вот, спутник Ви закупили. Все вот писали у нас, да, там, что спутник Ви, вы будете колоться спутником Ви и так далее. Ребят, спутник Ви у нас колоть не будут, насколько нам известно, через новости. Спутник Ви, по всей видимости, как я и говорил, видимо, закупили для изучения. Вот и все, почему бы и нет. Самое главное, что выбрать эту вакцину никто из нас не сможет. Она будет no name, то есть, анонимно. Понятное дело, потому что кто-то начнет говорить, что я не хочу немецкую вакцину. Знаете, в Израиле до сих пор есть иногда вот эти вот стереотипы насчет немецкого. Потом, значит, кто-то скажет, что нет, я наоборот хочу именно немецкую, например, что у них качественная. Чтобы избежать этого, то есть, это будет, конечно же, no name. Во-вторых, эти вакцины не просто привезли и все. Они проходят какие-то свои там проверки. По идее, все это должно быть окей. Модерацию, да, модерация вакцины. Вот, тем более, показали действительно холодильники, в которых это все будет храниться. Вакцина должна храниться там около минус 70-80 градусов по Цельсию. И поэтому это должны специальные холодильники. Значит, фирма ТЭВА, всем известная, предоставила там свои холодильники. Специально это все оборудовали. Все, короче, это показали. Все это понятно. И людям теперь понятно, что это все там не хранится где-нибудь на жаре. Не хранится где-нибудь там в магазинчике, где-то там, не знаю, в какой-то местной поликлинике в подвале. То есть, все нормально. Второй аспект, который может волновать людей, кто не живет в Израиле. Сколько это стоит? Внимание! Это в Израиле условно-бесплатно. Почему условно? Потому что, как я всегда вам говорю, что в Израиле медицина, она страховая. И она абсолютно не бесплатная. В Украине на специальный бюджет дороги. В Украине, да, на коронабюджет дороги. Ну, ты знаешь, это очень странно. Я бы на месте Украины просто бы даже не афишировал, что мы эти бабки бухнули в дороге. Это непрезентабельно звучит. На кону как бы стоит, знаешь, здоровье нации, а дороги уже такое дело. Ты умки. Умка, как всегда, хочет с нами поговорить вместе. Почему они думали, что там это будет выглядеть нормально, что мы разъербанили бюджет там на другие вещи, я не понимаю, честно говоря. Едем дальше по вводным данным. Теперь, значит, как и когда можно будет привиться от короны. Пока что, понятное дело, будут прививать... Так, едем дальше по вводным данным. Как же можно и когда привиться от короны в Израиле. Значит, во-первых, будут прививать сначала весь медперсонал. И людей, которым по долгу службы там, ну, это вот вообще экстренно необходимо, понятное дело. И параллельно с этим будут вакцинировать людей 60+. Просто всех подряд. Вот тут самое интересное, каким образом это все происходит. Происходит все немножечко вот так вот, вот через балаган, как все это часто происходит в Израиле. Хотя, опять же, смотря с чем сравнивать. Все эти вакцины распределяют между больничными кассами. И каждая касса уже назначает, как бы, прием посетителей. Получается, если мы там в Клолите, да, то вот я сейчас столкнулся с тем, как же я заказывал очередь своей маме. У меня на это ушло там несколько дней. То есть, сначала мы на имя мамы получили СМС, в котором было сказано, что скоро вы получите СМС и сможете тогда заказать очередь. Тем не менее, по всей видимости, уже с того момента можно было заказать. Это я уже потом понял, потому что второго СМС мы так еще и не получили. В новостях начали показывать, что много-много людей, хотя много людей говорили, что нет, мы не будем прививаться, нет, это вообще, мы посмотрим, у кого вырастут хвосты и уши после этой прививки и все вот в этом роде. Но много людей, оказывается, ринулись просто вне, как бы, каких-то критерий и очередей заказывать себе, пытаться прививки. И у многих это получилось. Знаете, получается, тот ты успел, тот и присел. Я пытался в течение целого дня, вчера, заказать прививку своей маме через сайт, через приложение и через вот этот вот колл-центр. Через сайт это все падало, это все не работало. Через колл-центр было дозвониться мало реально, но когда я дозвонился, мне сказали, нет, чувак, очередей сейчас свободных нет, попробуй через несколько дней. То есть, каким образом нужно мне вычислять, когда и что, и когда через несколько дней, то есть завтра, послезавтра и когда и что, то есть происходит полный балаган. Тем более это видно по сайту, когда там делают рефреш, 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 ты видишь какие-то случайно выпадающие вообще из ниоткуда очереди. Причем как на январь, так на февраль, так и на декабрь, на конец декабря я видел. Но когда ты хочешь их заказать, то их как будто бы по факту и нет. То есть в системе что-то происходит, какой-то дикий кипиш там происходит. Постоянно все вот эти вот даты, ты видишь, что они меняются. Но по факту заказать ничего нельзя. Вот, сегодня, как ни странно, я попробовал второй раз, уже не звонил, зашел через сайт и абсолютно случайным образом, делая вот такие вот рефреши, я заказал маме на 1 февраля. В последующем рефреше этих очередей на начало февраля уже и в помине нет. Такие, как я, разобрали, да. В ближайшие очереди только на конец февраля. То есть ждать еще получается 2 и чуть-чуть больше месяца. Мне, можно сказать, сейчас, ну в какой-то степени повезло. Наверное, я не знаю. Нам сейчас Дина, наша подружка-медсестра, говорит, что вы зря так кипишуете. Буквально через несколько дней откроют большие центры вакцинации, чтобы отделить всех этих людей, поток людей отделить от поликлинических отделений. Там будет намного больше уже медсестер, там будет намного больше возможностей, рабочей силы, вакцин. И там уже, значит, будут очереди намного ближе. Ну, знаете ли, вот когда появится, тогда и посмотрим. А пока что хорошо, что получилось так. Я, честно говоря, ожидал, что будет какой-то недостаток именно в вакцинах. Но пока пишут, что на первых порах недостатка в вакцине нет, а есть недостаток в рабочих руках. Читал сегодня статью с врачом из какой-то больницы, которая объясняет, что на самом деле можно было бы привлечь там кучу волонтеров, которые есть в Израиле, которые умеют колоть, парамедиков, людей со скорой помощи. Скорая помощь просто в Израиле это как отдельная структура и так далее. То есть куча-куча людей, которые имеют навык колоть. Я умею колоть. Вот, Аленка умеет колоть. У тебя же нет как бы удостоверения, а у них есть удостоверение, что они могут оказывать, например, первую необходимую помощь. Нас учили автомат Калашникова разбирать закрытыми глазами. Не колоть. И прятаться от традиционного пепла. Вот эти навыки приобрел в школе. Я, к сожалению, слышу какие-то новости из Украины, потому что больше меня касается Украина. Ну, значит, друзья наши говорят, что там будут вакцины только платные. Я не знаю. Вроде бы как в новостях говорят, что там вроде как и закупают бесплатные, но, как говорят, сейчас бесплатной медицины в Украине практически нет. Непонятно. Ребята, те, кто знаете, как это в Украине, напишите в комментах. Будет интересно, что у вас там говорят. Мне сказали, что вакцина будет стоить в Украине около там двух-двух с половиной тысяч гривен, что я считаю безумно дорого. И, конечно, не все себе это, особенно старики, не смогут себе это позволить сделать. Это очень дорого. Относительно пенсии это безумно дорого. Что происходит в России, я не знаю. Я знаю, что в России там какой-то вид страховой медицины. Ну, своя вакцина, но она будет платной или бесплатной? Конечно, вчера я бомбил намного больше, когда я не мог заказать очередь и никакого нормального, знаете, решения вот в плане очередей не было. Потому что решение «попробуйте позвонить через несколько дней», когда ты не можешь дозвониться в колл-центр по полдня, это не решение, по сути. И весь этот балаган, который сейчас происходит, он, по-моему, просто излишний. Потому что вы просто можете рассылать в рандомальным образом людям 60+, вот эти вот извещения, и все, и не будет никаких проблем. То есть у вас просто система, которая будет рассылать-то рандомально. Ну, во-первых, я знаю, что уже дома престарелых вакцинируют уже вот сейчас. То есть им даже, по-моему, не нужно ходить, их вакцинируют на месте, потому что в домах престарелых есть медперсонал, и им это уже выделили, как бы, и все это делается. Это круто. Это, я считаю, круто. И почет. Все хорошо с этим. Мэр наш в Петахтикве уже привился, один из первых. Подал пример, так сказать. Я, конечно, понимаю, что с одной стороны это пример, а с другой стороны какой-то, да, пиар. И он, как бы, молодой чувак. А ты не хотел, как бы, свою вакцинку, может быть, отдать какому-нибудь старикашке? Первых лиц всегда нужно вакцинировать в первую очередь. Но детей, кстати, пока что нет, потому что дети не в группе риска считаются. Вот такие вот новости. Но самая главная новость, по которой, конечно же, бомбит у всех больше всего. Вот просто бомбит. Просто взрываются пердаки. Я первый среди их числа. Дело в том, что на днях было расследование израильских журналистов о том, что, оказывается, у ультрарелигиозного населения есть свои отдельные очереди на прививки от короны. И они намного-намного происходят быстрее и ближе, чем у обычного населения. А насколько быстрее и намного? Буквально сегодня на завтра. Максимум три дня. То есть журналисты обзвонили все больничные кассы, которые есть в Израиле. И потом выдали всю эту информацию. То есть у них отдельные очереди, отдельные телефоны. Я не знаю, а как они там представляются, типа, как их должны узнать, мне вот интересно. Прочитай какие-нибудь там, знаешь, четверостищие истории сейчас, чтобы мы тебя опознали или что? Или пришли фотографии. Слышь, сфотографируй себя, типа, сейчас, да, кодовое слово. Ну, может быть. Это, знаете, это просто из той истории, когда бывает нам рассказывают о том, что нет, в Израиле все равны, как бы, и перед законом, перед тем, перед всем, перед системой. А потом ты смотришь, но по факту-то нет. И самое интересное, что это происходит по общинному признаку. Это по клановости, по группировкам. Я об этом говорю просто постоянно, как бы многие со мной не согласны. Ну, как бы, ваше право и мое тоже. Одна из вот таких кланов, один из кланов, одна из таких группировок, Охлосия, то, что называется на иврите, это больше подходит под термин группа населения, имеет какие-то определенные преференции в Минздраве, да, и в больничных кассах. И когда обычные люди, которые, ну, старики, да, которые могут, там, пенсионеры, которые могут реально умереть, или же очень поиметь серьезные проблемы со здоровьем от заболеваний коронавирусом, и их, типа, откладывают на два месяца вперед, ультралилигиозному сектору сейчас, вот, сегодня на завтра. Первая моя мысль была о том, что, ну, да, у них, типа, очень большие проценты заражаемости, зараженных людей, и, наверное, как бы, Минздрав хочет, как бы, сбить эту тенденцию, да, потому что они есть тоже одновременно и рассадниками. Короче, в их секторе есть много нарушений по предписаниям Минздрава, и поэтому они заражаются, и вот, и все. Они, как бы, получается, делают, что хотят. И вроде бы как логично, что нужно там, где у тебя пиковая, да, ситуация с заражаемостью, нужно ее сбить. Но с другой стороны, ребят, те люди, кто следил за собой все это время, кто ограничивал себя все это время, сидел дома, одевал маску, не контактировал со своими родственниками, не ходил в сенагогу, не ходил на свадьбы, не ходил ни на какие сабантуи, не ходил на молебены, молитвы и всякое такое, да, а сидел просто весь год безвылазно дома, не видя своих родителей, родственников и т.п. И еще при этом работал, как бы, да. Так, на секундочку. Этому человеку нужно ждать непонятно сколько. Да, этот человек даже, он не пенсионер, предположим, и ему ждать непонятно, когда это придет. Несколько месяцев, полгода, пока непонятно. И у нас есть другие отличные персонажи, да, которые нарушали все подряд, которые просто передавали друг другу эту сраную корону. И им теперь в первую очередь вот эти вот... И главное, что это все происходит вот тихо, тихо, да, вот бэшушу то, что называется на иврите. Я думаю, на любом языке это будет понятно, да. Просто вот так вот, вот, вот под, под общим течением. Потому что официально нигде это не объявлено. Таким же образом, знаете, вытаскивали на свет просто всем известные факты о том, что там на каких-то определенных линиях автобусов для ультрарелигиозных другие расценки проезда. Вот вообще много из вас об этом вообще знают, нет? Так что я не могу с этим согласиться просто вообще никак. То есть, если вы уже такие классные, то знаете что, будьте как все тогда. Получается, что какая-то категория граждан, которая больше всех остальных забивает, как бы, на вот это самое гражданское общество, они типа получают больше и преференций. То есть, получается, чем больше ты срешь на общество, тем больше ты от этого общества, в конце концов, получаешь. Они молятся за тебя. Ну, я тоже за них могу помолиться, и тогда мне что, мне же ничего не перепадет. А мне интересно еще одно, знаешь, а как они разделяют, скажем, ультрарелигиозную общину и, как бы, умеренно религиозную по синагогам? У меня нет там своих завязок, поэтому ничего рассказать про это больше не могу. Но, ребята, меня от этого просто бомбит невероятно. Так что напишите, что вы об этом думаете в комментариях обязательно. Вот такая у нас ситуация с короной. Все, кто до сих пор еще думают о том, прививаться, не прививаться, мы посмотрим, а мы еще посмотрим, какая это прививка или что там вообще, как она на иммунную систему влияет. У всех, у кого есть вопросы, просто идите в интернет. И нормальные только сайты, нормальные. Что я имею в виду под нормальными? Не те, которые с этой фольгой на башке сидят, понимаете? Некоторые про вышки 5G рассказывают. Ну да, и не те сайты, которые рассказывают, что короны нет. Это обычный вирус, который более агрессивный, чем грипп, который больше дает побочных эффектов, от которого больше нужно обезопаситься. Вот и все. И против него делаются такие же исследования и такие же вакцины. Если мне завтра предложат пойти сделать прививку, вообще, прям побегу, припрыжку, возьму выходной для этого. Вот, ну, когда нам предложат, я без понятия. Я думаю, что в последнюю очередь. А ты, а ты работай, раб, на галере, давай. Говорят уже, что тех, кто будет привит, у них будут какие-то специальные пропуска, которые будут разрешать там вылетать за границу. И вообще там летать между странами или что-то такое. Посмотрим, как это все будет. Потому что мы уже настолько привыкли, мне кажется, никуда не выходить, не вылазить, не летать. Из области там чего? Ну, фантастики. Пожалуй, все. Это был вот такой шаленский отчет о вакцинировании от коронавируса в Израиле. Спасибо, что досмотрели. Поставьте свою оценку этому видео. И напишите комментарий. Пока. Это была рубрика Укакиш? Это была рубрика Полуукакиш. Не докакиш. Да, кстати, напоследок, вот забыл просто об этом. Тем не менее, несмотря на вакцинирование уже вовсю от короны, у нас все равно вот сейчас буквально на днях будет новый локдаун. Это уже по счету третий. То есть, вот третий масштабнейший, полностью закрывающий все магазины, кроме продуктовых. Практически полная остановка транспорта. Запрет перемещения между городами. Как вы знаете, города здесь такие маленькие, что это по сути как бы районы. И вот все в этом роде. И насколько пока что неизвестно. Сейчас об этом решают. То есть, буквально на Новый год сейчас, да, сейчас нам сделают Укакиш полный на Новый год. Ну, мы и так как бы ни на что особо не рассчитывали, к сожалению. Так что вот. Так что, когда в ваших странах будут вводить очередные карантинные меры, вспомните про Израиль, который пережил уже третий локдаун, при котором, ну, не то что некуда пойти кофе попить, а в лучшем случае вы просто купите, ну, что-либо в открытом супермаркете и все. И никаких магазинов техники, никаких торговых центров, никаких развлекательных вообще любых вещей не работает. Попробуйте только нам жаловаться о том, как у вас все противно с локдауном. Это у нас противно, а не у вас. Все, пока. Так, ребят, я обещаю, это самый последний апдейт, просто буквально только что. Я немножко задержал видео на пару дней, и только что я увидел новость, которая нам вообще, можно сказать, перетеркивает все, что я сказал до сих пор. В течение 7-10 дней в Израиле должна начаться массовая вакцинация населения, вообще-то из всех. Прививки от коронавируса станут доступны гражданам всем, не из групп риска и младше 60 лет. И вот об этом вечером, сегодня, 25 числа, объявила руководитель службы общественного здравоохранения Минздрава. Что бы это ни значило, но, по всей видимости, это что-то более или менее официальное. И, по ее словам, будет организована круглосуточная вакцинация в режиме 24 на 7. Офигеть, посмотрим, что это будет такое. И к ней подключатся больницы, это мы уже слышали, и медики ЦАЛа, то есть в армии которой, армейские медики. Окей. За прошедшую неделю от вируса привились более 200 тысяч человек. Главным образом, медработники, люди старше 60 лет и граждане из групп риска. Это вообще очень много, я считаю. То есть я слышал о цифре 140, что меня тоже очень, как бы, я даже не знаю, немножко не поверил этому. Это очень много. На 9-ти миллионный Израиль 200 тысяч за неделю. Вообще капец. И к следующей неделе должна, в основном, завершиться вакцинация в домах престарелых. Израиль на сегодня, по данным Оксфордского университета, сидят в Оксфорде, типа, и считают, да там совы отсюда летят в Оксфорд и передают им информейшн, что Израиль находится на втором месте после Пахрейна в мире по количеству прививок на душу населения. Вообще крутяк. На следующей неделе Минздрав планирует достичь впечатляющего темпа вакцинации по 100 тысяч прививок в день. 100 тысяч в день? Это как вообще? Они же аппарат какой-то придумали, в который руку засовывают, и он штампует эти пуговки. Значит, если такой темп сохранится, то подавляющее большинство населения может быть вакцинировано уже к концу марта. Но пока, конечно, ничего точно они не обещают. Это просто их какие-то планы и, скорее всего, самые прекрасные их желания. Я думаю, что, конечно, все это немножко больше растянется. Я все-таки думал, что нам предложат вакцинироваться ближе к середине-концу весны. Но если так все пойдет, может, это произойдет намного раньше. Государство типа в этом заинтересовано, потому что, в отличие от стран, возможно, из которых вы нас смотрите, у нас локдауны очень такие мощные, всеобъемлющие и останавливающие полностью все там заводы, пароходы и все, что работает в стране. И поэтому, конечно, само государство от этого страдает очень сильно. Я думаю, что и в ваших странах тоже государство страдает. Ну, окей, это уже, знаете, у каждого свой подход. Так что хорошо, видите, главное, как это все это, как дрезину завести, значит, в Израиле, а потом это все покатится. Давайте, без лишних слов, заканчиваем видео и будем смотреть, как это все будет развиваться. Спасибо, пока. Не докакишь. Не докакишь.